Здравствуйте, друзья! Вот и пятый этап Гран-при России подошел к концу. Девушки показали свои произвольные программы. Обе подопечные Светланы Соколовской заявили на второй день соревнований элементы Ультра-Си. Александра Трусова четверной Луц, Софья самоделки на тройной Аксель и четверной Сальхов. Александра Трусова завершила первый день соревнований лишь на третьем месте, допустив серьезную ошибку во время исполнения двойного Акселя. Прокат Анны Фроловой, пропустивший практически целый соревновательный год, наоборот, получился довольно чистым, что позволило фигуристке подтянуться на промежуточное второе место. Ну а лидером после короткой программы, даже несмотря на падение, стала Софья Самоделкина. Ксения Гущина появилась на льду в ярко-красном платье, отставая от лидирующей тройки лишь на 0,2 балла. Фигуристка не смогла показать чистого проката, упав на тройном флипе и не докрутив до тройного лутца в каскаде. Однако смогла набрать 126,87 балла за произвольную программу и 196,18 в сумме. Александра Трусова вышла на лед в черно-синем платье с программы «Я могу летать». К сожалению, и в этот раз четверной лутц не дался королеве четверных. Да, прокат в Самаре получился более цельным, собранным, чем в том же Сочи. Но от Александра болельщики ждут в первую очередь прыжков ультра-си, а с ними все так же не очень. Тем не менее, судьи оценили произвольную программу фигуристки в 144,3 балла и 213,8 по итогу двух соревновательных дней. Отдельно бы отметила безопасность во время турнира. В тот момент, когда Александра благодарила зрителей, в центре катка на льду появился какой-то мужчина и подарил фигуристке цветы. Удивились этому не только комментаторы, но и сама спортсменка. Анна Фролова вышла на лед с премьерой своей произвольной программы. Очень чувственный, нежный прокат, но далеко не безошибочный. Фигуристка упала на тройном Риттбергере, а также коснулась льда рукой на тройном Луце, набрав 123,25 балла. Анна пропустила вперед себя не только Александру Трусову, но и Ксению Гущину. Еще одна подопечная Светланы Соколовской, Софья Самоделкина, закрывала своим прокатом произвольную программу девушек в рамке лидера соревнований. Четверной Сальхов у Софьи получился далеко от идеального, однако фигуристка смогла избежать падения. От тройного акселя Самоделкина в итоге отказалась, но зато пошла на сложнейший каскад – тройной Луц, тройной Риттбергер. Но после этого не смогла уставить на льду, после каскада тройной флип, тройной тулуп. В итоге, после долгих раздумий, судьи оценили прокат Софьи в 144,72 балла. Самоделкина выиграла пятый этап Гран-при России, набрав 217,87 балла.